Шаг навстречу потребителям. В Чебоксарах на проспекте трактора строителей компания «Энергосбыт плюс» открыла второй по счету офис продаж и обслуживания. Первыми посетителями стали представители управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Жилищников ждал здесь настоящий сюрприз. Офис открылся в районе активного жилищного строительства. Сегодня на обслуживании «Энергосбыт плюс» в Чебоксарах находится свыше 35 тысяч клиентов физических лиц. Новый офис – результат обратной связи с жителями Новоюжного района, подчеркивают энергетики. Открытие продиктовано стремлением компании повысить уровень качества и удобства обслуживания. Специалисты будут консультировать посетителей по вопросам теплоснабжения и горячего водоснабжения. «Для жителей Новоюжного района, тем более в основном клиенты для Т-плюс именно жителей Новоюжного района, огромное спасибо, действительно наши горожане будут довольны этим офисом, с удовольствием будут приходить и оплатить коммунальные услуги. Будем надеяться, намного увеличится протяжеспособность наших горожан перед вашей ресурсоснабжающей организацией». В деле качественного теплоснабжения потребителей важны совместные усилия. Поэтому первыми гостями нового офиса стали представители управляющих компаний и ТСЖ. «Энергетики» вновь поощрили лучших партнеров, которые своевременно и в полном объеме исполняют свои обязательства. В этом году на участие в конкурсе «Лучшее УК, лучшее ТСЖ» заявки подали 16 жилищных организаций «Мэрел» и «Чувашия». Отбор по критериям прошли 7 из них. «Рассматриваем не только дебюторскую задолженность и своевременность оплаты, но и в конкурсе участвовали такие показатели, как оснащенность приборами учета общедомовыми, а также регуляторами по обратной сетевой воде, что влияет на показатель, на недоиспользование ресурса». Двух победителей по одному в каждой номинации выбрали на глазах у всех. По такой же схеме лучшей управляющей компанией стала ГОЖСК. Счастливчики обе организации из Чебоксар получили сертификаты на благоустройство дворовых территорий. 45 и 100 тысяч рублей соответственно. «Работа с жильцами однозначно. Там очень много с ними. Очень тяжело работать, но пытаемся работать. Вроде поднимаем друг друга. Они привыкли ко мне, и я к ним. Есть азарт, есть желание. Поэтому здесь спасибо, что вот так получилось. Все-таки наконец-то выиграли. В прошлом году не получилось. «Сделаем выборку, где больше всех инвалидов и пенсионеров, и живут без детей. У них ведь только пенсия, поэтому для них благоустройство будет весомой помощью. Это мое мнение. А там будем региально жить». Победители прошлого года на выигранные средства приобрели снегочиститель, установили спортивные тренажеры и забор. Лидия Галаксенова, Никита Углев, Вести Чувашия.